сегодня у нас 27 февраля восемнадцатого года я в окно увидел как солнце восходит это вот тут от рожек от аби солнышко восходит ясно дело что с этой стороны я стою видать около 30 градусов мороза вот пошел специально показать как мы тут какие-то собаки здания красивые старая труба старая вот рядом дом показать откуда я пришел вот тут новый хозяин появился внизу видать и для машины сразу все делал а вон там это вот наш домик и где мы живем вот так Ваша колонка прорвала или еще ночью вода текла и тоже застывала. А дальше вон какие здания. Нужно даже показать. Вон такие огромные. А там вывели прямо труба в эту вот пирамиду. Дым идет, видно. Вот так. Это промышленная улица. Город 750 тысяч, кажется, всего миллиона-то нет. Сейчас я рукавичку надену. Красота какая. Даже отсюда видать, что-то много блоков здесь. Здесь краны. Что-то не видать кранов-то сейчас размонтировали или что. Тут щебенку, песок возили. Вот оно и какое солнце. Там сапер что-то ходит. Господь как устроил все. Это вот большая улица. Большие машины тут идут. Рядом сосед дерево подпилил. Тут мешало или еще упало. И тут убрать только нет. Прямо до дороги. Так это у нас возможно. Машина дынина идет от нее ужасно. Вот это дым сизый. Мы когда поехали на Газели, нам сказали, эта машина большая задымленность. И нас в Германии задержат. Никакой задымленности нету. Всю Европу проехали. Ух, вот сколько идет дым. И никто нас не задержал нигде. Нормально потому что. Вот я маленько пройду, покажу там он. Как это, большие баржи стоят. Огромные баржи на той стороне. И баржи там, и... Тут это вода, тут маленькие катерки заходят. Вот люди тут как раз. Солнышко, благословенный Господь. Вторая неделя Великого Поста. Времени нету. Все в молитве. У православных хорошо. Писание истолковано святыми отцами. Самое ценное, что у нас есть священство сакральное. Вот грехи прощать. Власть не дана никому. Только священникам. Мусульмане не могут этого делать. Они не дерзают на это. Они говорят, у нас этого права нету. Имам там у них или мула. У евреев нету. У них и первосвященника это не было. И храма нету. Две тысячи лет жертвы не приносят. Нету. А вот тут бескровная жертва. Такое счастье быть христианином и православным. Я все время об этом говорю. Но православие-то настоящего сегодня днем с огнем не сыщешь. Все такое искаженное. Таинство все как попало. Крещения, погружения нету. Венцы наголо надевают. Венчание вообще нету. Только брак. Покаяния настоящего нету. Потому что... Ну, 3-8. Прочитайте. Там... Первое послание Иоанна не раз говорит. Рожденный свыше не грешит. О, это такие слова. По донатому поставят сегодня. Ты не грешишь. По природе своей. У нас человек склонен к греху. Может согрешить. Может, если не будет бодрствовать. И потом бодрствует и говорит. Храните себя. Не будет хранить, согрешит. А так у него нет склонности. У нас отец овечек держал. Овечка бывает в грязь падает. Так она отрекается сколько времени. А свинья найдет грязь сразу. Тоже животное. Но она по природе своей грязи расположена. А сегодня православное вообще понятия не будет. Ну как же. Сдам грехи священнику пойду. Нет. Не грешит. Это другая природа. Если бы об этом учили о рождении свыше. Я в храмах ни разу не слыхал первое послание Иоанна. Где говорит, что рожденный от Бога не грешит. И даже не делает греха. И даже не может грешить. Еще более усиливает. Не может. То есть в природе у него этого нету. А это нет. Грешен. Архи грешен. Супер грешен. Если сказал, что Бог хранит меня. Я не могу согрешить здесь. Ой, да ты за кого себя выдаешь. В догматике православном вообще никак не может согрешить. Не может. Если он придерживается Никела цареградского символа. Святых отцов и собор и каноны. Он огражден. Сектанты и еретики они могут. Потому что у них ничего нет. Каждый. Таня, Маня. Сколько голов, столько умов. Вот. Сейчас только об этом разговаривали. Ну вот и все. Все на этом. Продолжение следует... Продолжение следует...